С момента вторжения России в Украину экономическая ситуация в Таджикистане резко ухудшилась. Жители страны жалуются, что цены стремительно растут, а доходы населения падают. Люди в отчаянии и не надеются, что, оставаясь в стране, им удастся устроиться на такую работу, плата за которую покрывала бы потребности семьи. Собеседник Хабархойс Худжанда утверждает, что покупательская способность населения страны очень понизилась. У моего знакомого есть пекарня. Раньше он ежедневно продавал от 800 до 1000 лепешек в день, а сейчас продает максимум 600 лепешек. Другой знакомый владеет точкой на вещевом рынке и говорит, что такого спада торговли еще не было на его памяти. Малый бизнес, в том числе рынок услуг, еле выживает. Многие предприниматели сворачивают свою деятельность. Основная масса населения озабочена тем, чтобы уехать на заработки за границу, рассказывает он. В свою очередь, таджикские власти принимают так называемые антикризисные меры, которые, впрочем, никак не улучшают ситуацию. Дело в том, что Таджикистан импортирует практически все. Это пшеница, масло, детское питание, техника, одежда, строительные материалы и многое другое. Все эти факторы делают экономику страны уязвимой от внешних обстоятельств, политической ситуации в других странах. Такое положение возникло благодаря двум фактам. Первое – это целенаправленное формирование русскими колонизаторами искусственных, мелких, несамодостаточных и несвойственных для мусульман национальных государственных образований в регионе Центральной Азии. Второе – это узурпация власти в стране кланом Рахмона в течение почти 30 лет. Правительство вместо развития производственного цикла в стране занималось строительством красивых зданий в Душанбе. КОНЕЦ